Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем свои занятия церковно-славянским языком. Сегодня мы разбираем три буквы азбучной проповеди святых Кирилла и Мефодия. Это замечательные буквы. Это буквы, связанные со словом, с речью, с говорением, с языком. Рцы, слово, твердо. Смысл очень ясен для нас, но это, конечно, первый внешний смысл. Мы сейчас и посвятим свой урок тому, чтобы увидеть здесь смыслы сокрытые, сокровенные, глубокие, священные. А так мы видим, что нам здесь дается повеление рцы, из реки, говори, слово твердо. Владимир Даль так сказал, будь тверд в слове, будь верен своему слову. Первая буква из этих трех, которую мы разбираем. Рцы, из реки, скажи. Эта буква обозначает число сто. Ставим титла, чтобы у нас получилась цифра, точку. И рядом числовое значение буквы. Мы, конечно, понимаем, что это слово рцы, говори, значит еще и не пустословь. Потому что мы и друг другу всегда говорим, говори дело. Не пустословь, а думай, над чем ты говоришь. Сама форма рцы, конечно же, нам непонятна. И мы должны к ней обратиться. Рцы, повеление, образовано от глагола реку, говорю, связано с речью. Рцы, из реки и благовествуй. Вот мы уже раскрываем, приоткрываем одно из его христианских значений этого слова. Рците, говорите. Ирцем давайте все вместе скажем. Вспомним, как велел ангел женам-мироносицам нести радость ученикам о воскресшем Господе. Это в Евангелии от Матфея мы читаем, глава 28, стих 7. Велит ангел-мироносицам повеление. И скоро шедши рците учеником Его, якого ста от мертвых. Встал Господь из мертвых, воскрес. Вспоминаем также, как священник нас приглашает в храме всех к соборной молитве. Рцем си, от всея души, от всего помышления нашего, рцем. То есть давайте вместе соборно помолимся. И это приглашение к великой молитве, это екатинья называется великой или мирной. А екатинья это моление. И мы начинаем молиться и о горнем свышнем мире, и вообще о всем космосе. И в том числе и о земле. Действенная речь Творца Господа. Итак, рцы. Мы вспоминаем, что в циркомславянской азбуке есть и другие глаголы повелительного наклонения. В самом начале азбуки глаголь, тоже повеление. Конечно, глаголь и рцы, смысловые родственники. И глаголь и рцы велят нам говорить дело. Говорить нам слово благое. И говорить так, чтобы слово стало делом, словом действенным, таким, как оно было изначально у Господа. Ведь мы же знаем, что мир сотворен словом. Яко той рече и быша, той повеле и создашеся. Значит, рцы, скажи такое слово, чтобы оно было, как у Господа. Господь рече сказал, и все стало. Мы должны запоминать вот эти необычные формы, потому что именно в прошедшем времени более всего для нас незнакомых форм. И если мы видим глагол, но формы не понимаем, переводим, перелагаем на простой русский обычным прошедшим временем. Ибо той сказал, изрек, и все стало. Глагол быть еще имеет значение стать. Той Господь повелел. Добавляем только л, и получается форма. Той повелел и создашеся. И все многие вещи прекрасные, все прекрасное творение создалось. Сказано, сделано. Смотрим, как это было в Библии. Как Господь повелевал, как Он изрекал, и как Его Слово становилось делом. Читаем в Библии. Первая глава книги Бытие. И рече Бога добудет свет, и бысть свет, и стал свет. И рече Бог, изрек Бог Слово, да будет твердь, и бысть твердь. И рече Бог, да соберется вода, и собрался вода, и собралась вода. И рече Бог, также о земле, о светилах, и все создашеся, и все выше. И так сказано, сделано. Божье Слово есть дело. Вспомним, что этот дар, изрекать действенное Слово, Господь дал и человеку. Причем это дар. Даром он одарил человека, говорением, речью, человек существо словесное. Этим даром прекрасно владел Адам. В Библии же мы читаем, что Адам изрек, нарек имена всем животным. Наречь имя, это постичь сущность явления. Сказано в Библии, что Адам назвал имена так, как они были свойственны, зверям, животным, птицам, морским. Причем несколько раз повторяется, всем нарек имена Адам. Каждое животное доверчиво показало ему сокровенную сущность. И он на отлично выполнил Божие повеление, потому что Адам был еще безгрешным. И его слово, и его речь тоже была точной, правильной, твердой, творческой. И от нас требуется такое же слово крепкое, твердое, надежное, подкрепленное делом. Речь – это песня. Символика заставной буквы РЦИ. Бог, как творец, творил мир словно песню. Он пел, он поэт в творении мира. И наша речь, наше речение, наше слово должно быть певучим. Оно должно быть песней. И эта песня должна быть радостной. РЦИ – это значит «хвали Господа, пой Ему радостно и светло». Так это и понимал пророк Давид, когда писал свои псалмы. Потому что псалмы – это песни красные, хвалебные во славу Бога. И вот он что нам говорит. Воскликните Богу и вся земля. Воспойте и радуйтесь и пойте. В трубах кованых и глазом трубы роженые. Восрубите пред царем Господом. Хвалите Господа. И как хорошо это понял древнерусский книжник. И у него здесь в букве целая философия. Вот человек трубит. Какие трубы указаны в псалме 90-м стихах 4-6-м. В трубах кованых, то есть трубах медных. А медные трубы – это трубы победные. Трубы медные – трубы победные. А труба роженая – это труба из рога. Она крепкая, твердая, потому что рог – это символ силы. Господь обещает – вознесу рог праведного, а роги грешных сломлю. И вот праведник трубит в этот рог. Мы видим, что вот эта заставка буква «рцы» изображает трубящего в рог, то есть поющего, изрекающего это слово песенное, хвалебное, потому что здесь вот первое слово «воскликните богови», а «клич» – это победное восклицание, победная песня, победный гимн. Почему один раз слово «труба» в единственном числе и глазом трубы роженой «воскликните пред Господем», потому что здесь имеется в виду Святое Евангелие. А почему многие трубы, трубы кованые, трубы медные, трубы победные, а потому что трубы медные – это Господни апостолы, они протрубили по всему миру Евангелие Христово, евангельское благовестие и их песня, их зов оказался победным. Они действительно весь мир привели ко Господу. С буквы «рцы» начинаются многие стихи Священного Писания. Исследователи наши художники могут рисовать буквы заставицы «рцы». И число таких букв в наших старинных книгах велико. Буквы рисуют очень по-разному. Действительно, словно перед Адамом по цветущему раю проходят все животные. И каждый открывает ему себя. Буквы «рцы» и растительные, и часто в них еще видны змеиные мотивы, потому что «рцы» это еще и говори мудро. И часто буквы «рцы» изображают даже из перевитых змей. Вот еще одна буква «рцы». Мы тоже здесь видим различные образы прекрасного цветущего мира и животного и растительного. Задание к уроку Задание первое. Вспомните и правильно запишите церковной буквой имя знаменитого сочинителя Кондаков, которого Святая Церковь именует сладкопевцем и которому сама Пресвятая Богородица помогла стать таковым. Запишите по-церковно-славянски и название того господского двунадесятого праздника, начинающегося на букву «рцы», в честь которого этот святой написал свой первый кондак. Задание второе. Сравните значение слова «равнодушный» в церковно-славянском и русском языке. Задание третье. Напишите, как именуется особенный всерадостный день поминовения усопших и когда он совершается. Задание четвертое. Какое отношение имеет к Пресвятой Богородице Руно шерсть овчинная? Задание пятое. Найдите в этимологическом словаре исходное значение слов «раб» и «ребенок».